Всем привет! Вы на канале CryptoCommons и у меня для вас офигенные новости, которые заключаются в том, что биткоин, по всей видимости, развернуло. Развернуло наверх, как мы видим по RSI и по Cypher и по более детальному рассмотрению на младших таймфреймах. На 4-х часовике мы прямо сейчас пробили сетку EMA Ribbon, разворачиваем ее в лонговую сторону, посмотрим, как удержим, как поддержку. Ну и на часовом таймфрейме, соответственно, мы видим уже, что у нас образовался аптренд. Как мы можем видеть с вами, друзья, после желтой точки на Cypher, нашей любимой. На часовом таймфрейме, я вам говорю, эти желтые точки, они такие себе. Вот, например, прошлая желтая точка была вот здесь, мы сходили еще ниже, так что будьте осторожны. Желтые точки работают на старших таймфреймах. Но в целом, что мы можем видеть, что на часовике мы преодолели вот это сопротивление в районе 16.800, 16.900. Точнее, не преодолели, а как раз сейчас с ним сражаемся. И вот мы его пробили. Посмотрим, если не ложно и закрепимся, то я думаю, что это полет наверх. Такой, о котором мы говорили, если вы помните вчера, мы смотрели на вот этот мультичарт. И если вы подписаны к нам в телегу, то тоже вы это знаете. Мультиграфик. Биткоин, эфир, дашь и лайткоин. И посмотрите-ка внизу. Лайткоин показывает всем дорогу. Уже развернулся и закрыл полностью падение. Вот это вот. Дэш пока еще сражается с сопротивлением. Посмотрите. И прямо сейчас мы видим красную свечку. Но биткоин и эфир как раз пробили это сопротивление, о котором мы говорили с вами вчера, друзья, и поперли наверх. Вопрос, закроют ли они так же все падение, как закрыли, ну я имею в виду локальное последнее падение на дневных свечках, как закрыли дэш и лайткоин. Вот. И вообще является ли этот триггер действительно значимым или это ложная история? Давайте разберемся, потому что множество думает сейчас, что это ложная история, что это отскок дохлой кошки. И очень большое количество людей настроено по медвежьей сейчас на крипторынок. Все ждут цен еще ниже, все хотят купить биткоин за 10 тысяч, за 12. Самое смешное, даже что если он туда попадет, они там не купят. Это все те же, кто хотели, понимаете, продать его за 100 тысяч. И мы с вами тоже, в нас также уживаются сущности спекулянта, и мы это все понимаем прекрасно. Но давайте с вами все же трезво смотреть на вещи и понимать, что, ребята, биткоин сейчас находится на исторических значениях, на своих исторических значениях, где он торговался последний раз. В 2020 году, ребята, осенью, зимой 2020 года, ноябрь, декабрь, это вот этот коридор 15-25 тысяч долларов, в котором мы сейчас находимся, у нижней границы которого мы сейчас находимся. То есть надо понимать, что исторически это важный уровень, если мы отдаляемся на недельки, то мы понимаем, что это, конечно же, пик предыдущего цикла 17-го года. Но мы тогда торговались в нижней этой границе, где сейчас. То есть в целом мы сейчас стоим, если даже его вот так вот сузить, мы сейчас стоим на пике прошлого цикла. Это как минимум очень сильный зеркальный уровень, который может нас отбросить вот, ну, куда-нибудь к сетке EMA Ribbon, ребята, вы все знаете, к средним значениям, как это обычно и происходит, как это было вот здесь, как это было вот здесь и так далее. Поэтому в долгую, конечно же, сейчас нужно накапливать BTC. Если вы инвестор, если вы ходлер, просто складывайте на кошелек и забывайте вообще BTC, те альткоины, в которые вы верите. Но все равно большинство из этих альткоинов – это мусор. Это тоже надо осознавать, ребята, потому что есть Биткоин, Пионер и абсолютно рабочая форма передачи ценностей через интернет, передача и накопление ценностей. И есть все остальное – блокчейн номер 2, блокчейн номер 3, щиткоин номер 5, блокчейн блокчейнов, парачейны, самый лучший масштабируемый блокчейн с самыми дешевыми транзакциями, самыми… Сами понимаете чего. И здесь очень много щиткоинов, и в них тоже надо не пересиживать. То есть если ваша цель – заработать денег, то надо сделать эти деньги на альткоин-трейдах, на альткоин-инвестиции и вывести их во что-то. В моем случае в Биткоин, поскольку я верю в Биткоин. Ну, частично, конечно же, в ФИАТ, там, в какие-то другие активы. Если вы не верите в долгосроки в Биткоин, то в вашем случае нужно вывести все – в ФИАТ и в другие активы. Вот. Напишите в комментарии, кстати, какой ваш долгосрочный взгляд на крипторынок и в чем вы храните сбережения. Ну, а тогда мы видим, что в целом-то, смотрите, все отскакивает. BTC, ETH, ETH, ETH к Битку давайте глянем. Давно не смотрели ETH к Битку. Макро. Что мы тут видим? Что ETH к Битку-то на самом деле очень бычий альткоин. Посмотрите. Ну, ETH это больше, чем альткоин, да? Это скорее огромная сеть уже. Но, тем не менее, что мы здесь видим, именно ETH, как монета, монета сети Ethereum, мы видим, что у нее к Биткуину ускоряющийся, ускоряющийся параболический тренд. О чем это нам говорит? Да о том, что он может просто взять сейчас и выстрелить вот так вот и переписать all-time high. Может такое быть? Может. Потому что, смотрите, сетка MA Ribbon-Быча еще с середины 2020 года. Мы ее удерживаем как поддержку постоянно. Единственный момент был, где мы провалились ниже, это вот здесь. И вот мы отскочили обратно. Поэтому смотрим за ETH к Битку, как локомотиву всего альтсезона. Если он сейчас удерживает Ribbon на этой зеленой точке, ребята, то это космос. То это просто космос. По другим монетам тоже хочу сказать. В частности, BitDAO, Каста и прочее-прочее. Кто знает меня, кто смотрит давно. Естественно, я их еще больше набираю. Естественно, я их добираю, естественно, в лонг. Если они упали так низко, естественно, я их продавать, что ли, буду. Вот. Поэтому дисклеймер, конечно, не финансовый совет. Но у меня лонг и по BitDAO открыт. Сейчас вообще, в принципе, по моим позициям вот BitDAO, BTC, Litecoin, Dash. Это то, что сейчас я торгую, держу, прибыль разгружаю, догружаю, как говорится. Но сейчас думаю, что буду торговать еще какие-то другие монеты. Поэтому обязательно проверьте подписочку к нам в Телегу, чтобы не пропускать уведомления. Вот. Ну как тут вообще не лонговать? Посмотрите Dash. Он сложился с момента листинга на Bybit. Он сложился с 220 на 40. Ну как бы, блин. Чуваки. Как тут не лонговать? Помните, мы говорили про пробитие горизонтальных сопротивлений на других уровнях? Вот у нас горизонтальное сопротивление ближайшее по Dash. Это 58, а так в целом возврат к средним значениям. Ну вот скажите мне, вот так вот, кто покупал Dash по 100, когда он свалился с 400, дураки? Я вам отвечу. Я так не думаю. Я не думаю, что дураки те, кто покупал Dash по 100. А это вот здесь примерно. Даже по 100 с чем-то. Потому что я тоже среди них, я тоже покупал. Я и по 200 чуть-чуть покупал, и по 100, и по 40, и покупаю. Потому что в долгосроке, если вы верите, конечно, в проект Dash, посмотрите, что происходит по Dash BTC. Dash USDT. Посмотрите, где мы вообще. Ну тут как бы даже если вы не бык и не настроены флангово по этой монете, смотрите, она от предыдущего хая до All-Time Law, где мы сейчас, коррекционную фибу натягиваем и смотрим. Она скорректировалась всего-то до 0.23 фиба. То есть она в этом цикле вообще еще даже ничего не показала. Если Dash поведет себя так же плохо в этот раз, и мы прикидываем, что это дно, то он так же скорректируется до 0.23 фиба, минимально, да, ну чуть-чуть ее проколит, и уйдет дальше на дно, то даже эта точка, это 140-150 долларов примерно, чуваки. Чтобы вы понимали. Вот это. Поэтому какие сейчас шарты? Вы что, ребята, все ссылки в описании. Торгуем на Bybit, осторожно. С риск менеджментом. Эфириум классик. Аудио, вон, все монеты подешевели вообще, я не знаю, чем вы торгуете, только доты. Вы только не торгуете говном всякими этими там мемами и прочими. Понятно, что Dogecoin сейчас может улететь. Ну, Dogecoin хотя бы ликвидное говно, им можно, но тем не менее. Но тем не менее. Но тем не менее, говно все равно. Поэтому, ребята, торгуйте лучше битком, эфиром, чем-то ликвидным. Вон, посмотрите, покупатель появляется, цена начинает отрастать. Короче, сейчас такой шорт-сквиз нарисуют. Я вам говорю, тысяч на 30, на 40, что охренеют все. А потом скажут, ну все, это конец шорт-сквизов, встанут в шорт. И, ну, вы знаете. Поэтому ставьте лайк обязательно, подписывайтесь на канал. В телегу обязательно просто проверите, что вы подписаны. В нашу именно телегу по ссылке из описания, а не во всякую скамерскую. И всем удачки, профитроли, и скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok